Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня я собрал все изменения про гильдию, которые были сделаны за июнь и часть июля. И, кстати, тех, кто считает летние дни, поздравляю, пол-лета уже прошло. Ну и перед тем, как мы продолжим, скажу, что у меня на канале снова стартует небольшой розыгрыш, а именно 10 пин-кодов на 10 дней Сиоли, где правила для участия все те же, нужно просто подписаться на мою группу ВК по обработке фото. Ссылочку на нее вы, как всегда, найдете в описании. Итоги данного розыгрыша подведем к следующим профработам. Во-первых, в гильдийную лавку добавили два довольно интересных предмета. Первое — это статуя, которая стоит 5000 гильдийного вклада. Ее, понятное дело, можно разместить только в гильдийном доме. И насчет ее внешности, как по мне, она сделана очень плохо. Но, в принципе, это, конечно, логично. Это же не создание новых предметов, костюмчиков или питомцев для шопа. Там-то можно, конечно, постараться. Корейцы не одну собаку на этом деле съели. Данную статую может активировать как глава гильдии, так и офицер. А ее время восстановления — 12 часов. После активации, подойдя к ней, члены гильдии могут обменять свой инкрустированный флакон с целебным эликсиром на улучшенную его версию, которая имеет хоть и те же самые 37%, но время восстановления самой банки — 30 секунд. У стандартной — 90 секунд. Но здесь имеется некоторое ограничение. Каждый член гильдии может обменять только 30 банок один раз в течение одного часа. Также нужно помнить, что эта улучшенная банка персональная. Второе — это ковер. Он тоже стоит 5000 гильдийного вклада. Внешне выглядит нормально. Его также можно разместить только в гильдийном доме. Ковер также может активировать и глава гильдии, и офицер. И после его активации, находясь на ковре или около него, члены гильдии дополнительно восстанавливают себе по 5 очков работы каждые 5 минут. Эффект ковра длится 10 часов. Глава гильдии вызывает своих членов гильдии на ковер. Но ты видел! Видел! Что статую, что ковер можно разместить лишь по одной штуке в гильдийном доме. Также, помимо этого, пространственное ядро, которое продается в гильдийной лавке и нужно для активации гильдийного портала к выбранной вами Нуи, теперь также могут покупать и активировать офицеры гильдии. Ну и, конечно же, куда же мы без гильдийного декора? Перед собой вы сейчас видите скриншот, на котором видим практически весь гильдийный декор. Но здесь не хватает всего лишь двух вещей. Это рамки для картины и холста. И хоть вот эти два последних декора самые простые, но, как по мне, они самые классные из всего вот этого списка гильдийного декора. Потому что только вот эти вот две последние вещи могут придать реально индивидуальность вашему гильдийному дому. Ну а на этом у меня пока что всё. Чтобы ничего не пропустить в дальнейшем, прожимаем колокольчик и подписываемся на канал. А также принимаем участие в розыгрыше 10 пин-кодов на 10 дней Сиоли. И чтобы принять в нём участие, нужно всего лишь подписаться на мою группу ВК по обработке фото. Ссылочку, как всегда, вы найдёте в описании.